всем привет вы такую маню видели какие у меня ворожки кайфовые да такой марусе я тоже бываю 16 градусов морозчик не действительно очень рада люблю зиму вообще обожаю и у меня предстоит еще это не все в общем радости которыми я поделюсь с вами потому что через неделю к еще мужчина присоединится к нам и у нас запланированы покатушки на всяких плюшках коньках лыжах всем прочим на день рождения моей кузины все будет весело я буду периодически вам снимать влоги что-то показывать рассказывать и в свои впечатления делиться ими с вами буду по поводу россии атмосферы обстановки всего прочего буду снимать влоговые видео тем кто из новосибирска у меня есть подписчики кто соскутился же другой стране вам всем привет все это для вас какое солнце видите кайф вообще обожаю конечно буду сопливить и хлюпать но тем не менее наслаждайтесь процессом и хочу что отметить первое я в этот раз вообще очень удивлена и очень рада и я вообще в шоке потому что такие позитивные люди такие добрые я вообще удивилась первое мое удивление это когда я была на паспортном контроле спортистка да женщина таможенник ли которая работает на паспортном контроле она мне очень так вежливо со мной общалась я вообще удивилась обычно так смотрят на тебя злые дни и вообще еще приправила сюда в таком роде я была приятно удивлена второе когда я выходила из аэропорта там есть такие таксисты ждут какой-то другой город людей отвезти и вот этот таксист дяденька не предлагаем этом такси или еще что-то просто реально по своей доброте мне помог тащить со ступени мою огромную тяжелую сумку я тоже удивилась очень добрый таксист мне попался я прям вообще мне было очень приятно и так как у меня все украли сумка все прочее я пошла восстанавливать банковскую карту российскую я пошла сбербанк это не как реклама избир простите но отличается всегда кстати у меня всем есть сбер работники сбербанка тем не менее даже из уважения к ним я скажу правду что сбер всегда отличается хамским и часто очень хамским поведением сотрудников у меня очень часто такое было и это неудрено что там такие условия труда знаете девчонок просто жалко низкая зарплата и очень большие требования но не об этом так со мной девочки общались я была в шоке такой сервис такого уровня потому что я когда у себя на работе работала моя работа это половина продаж а больше половины это сервис я знаю как это должно быть и у меня были тренинги и сама людей учила но это это не описать я бы очень приятно удивлена и даже шокирована я обалдела вообще мне эмоции переполняют ой какой солнцеморозчик красота это люблю такую погоду больше даже морозную мороз и солнце день чудесный это про меня я не люблю в пасмурную дождливую погоду купила я вот такую интересную книжку хочу вам показать выдающиеся женщины изменивший мир это классика в иллюстрации во первых у нее вот такой красивый переплет глянцевые страницы я считаю что каждой девочке наверно это будет интересно почитать да такие исторические именно имена же жанна дарк елизавета первая медичи королева виктория то есть очень я считаю это очень интересно хорошая книга я честно удивилась о цен они как бы выросли или я просто знаете давно не читала литературу до в книги в переплете я читал электронные варианты как правило бесплатные где-то в интернете книжка это стоило 641 рубль я считаю что хотя для такого переплета это в принципе не недорого но интересная книга как знаете энциклопедия такая можно в библиотеку думаю себя поставить смотрите на книжке был такой небольшой косяк если там можно сказать это дырочка в общем не дали на нее скидку она была к сожалению в одном экземпляре хорошая интересная книжка купила естественно шампунь от стель для окрашенных белых волос маски крема короче как вы понимаете у меня куча всяких покупок придется наверное день и видео потом снять по приезду домой и как всегда девочки что я могу тут кушать ведь это кальмары копченые я такое дело очень обожаю и шутка на злобу дня стояла сейчас я это подружка все покупала и я читала название рыбы до каких-то сушеных рыб там тому подобное в пивном отделе и я читаю там есть такая рыба и поворачиваюсь подружку своей говорю я такое раз название у рыбы провокационное пелять но это же вообще говорю придумали же она так поворачивается и говорит ну вообще-то ее название пелить как мы закатились не смеяться продавец просто не могла сдерживаться хохотала вместе с нами и мне еще она такая смелела и задает вопрос что вас так рассмешило играет очень лично и не могу с вами поделиться так что да галя видит немножко другой смысл в каждом слое это рыба называлась пелить кстати напишите в комментариях у вас такое часто бывает я что-то читаю одно да а вижу совершенно другое моя фантазия более бурно играет не так как реальность видео нашей встречи до трансляции конференции я вам обещала когда приеду в россию тогда то я уже знала что я приеду на не могла вам сказать так как это сюрприз я обещала вам рассказать ну короче говоря показать тарелки которые мы производили это одна из самых больших тут диаметр честно не помню наверное 35 40 45 где-то сантиметров золотая коллекция это свадебная коллекция это у мамы тут денежка кстати с какой-то страны непонятный арабская что это я даже не знаю все знаете напишите какая-то страна так вот наклейка даже еще осталось этой коллекции у нас где-то 22 года да это чашки два года было вот или да будет два года в апреле а тут кстати ракушки которые я привозила из разных стран насколько помню именно о еще денежки какие-то это тайские баты какие-то китайские деньги это коралл из таиланда этот камешек из турции единственный раз когда я была в турции как турист это камешек с это из клеопатры с амфитеатра по муккале это мне тоже из таиланда кто-то привозил мои клиенты по работе тоже мама где-то находила это тоже откуда-то из отпуска не помню в общем это из всяких разных стран и какие-то денежки на страны так вот о тарелках вы эти тарелки можете найти в магазине уитера их до сих пор еще продают уже где-то год как у нас закрылось все это дело но их до сих пор продают и сзади вот дна с той стороны можно прочесть на нем биомания рока компания итальянский штамп стоит на самом деле это в стамбуле мы производили и мой мужчина придумал этот дизайн еще вот такая тарелка мы самое любимое я очень люблю вот смотрите она очень красиво на солнце переливается серебром вот видите так раш это стекло я уже не помню технологии называется уж пардонте это стекло да это все выдавлено выдавлено и обжиг проходил с вот этой тыльной стороны то есть она ее можно мыть она очень для этого приспособлена хорошо цвет не теряет никаких сколов нет это очень потрясающе на солнце переливается вы себе не представляете обожаю эти тарелочки свои а теперь минутку у нас полезного видео для граждан российской федерации которые проживают другой стране такой вопрос насущий я думаю всем нужны и потому что вступил силу 4 октября вообще 4 августа вроде как мы приняли 4 августа в силу 4 октября ступил закон о оповещении на втором гражданстве либо постоянном проживании в чужой стране какой-либо не в россии компьютер мы разговаривают эта тема меня очень волновало потому что сейчас поделюсь да как я с этим борюсь на как я собираю эти документы что для этого собственно требуется заходим на сайт в интернете прибиваем сейчас покажу просто в google все очень просто просто google закон о втором гражданстве прочесть и все подобное много кучи разных ссылок можно выйти на разные сайты здесь есть описание этого закона действия ваши что вы должны предоставить какие документы как это работает уже есть сервисы по поводу обсуждения и форумы кто уже это делал какие трудности то есть почитать информацию уже есть следующее много статей различных вот например фмс россии краснодарскому краю тут вообще о разъяснении этого закона написано все есть ссылки типа вот этой где вы в компьютер скачиваете форму для заполнения вот так она выглядит бумажном варианте я не знаю почему может я одна такая криворукая еще какая-то короче два раза распечатал мне все горизонтальном виде может быть так и должно быть я не знаю и приложение идет здесь то есть описание конкретно что вы должны как предоставить и тому подобное то есть листочек такой с разъяснениями я зашла приехала в россию я уже нарушила мне нужно платить где-то от 500 до 1000 рублей штраф за то что я была в октябре не оповестила я не знала что да закон уже работает и уехала из страны но слава богу мне еще впустили в россию родимую мою сейчас я должна и обязана уведомить да что здесь я открываю сайт у фмс у меня новосибирск кировский район смотрю все я позвонила справочную я не знаю реально даже не написано какой кабинет куда идти тут даже такого поля нет сайт даже не изменили к выходу этого нового закона то есть не внесли вот эту поправку позвонила справочную с горем пополам добилась не вот сказали что у меня кабинет такой то это время приема два дня в неделю как я думал гораздо страшнее ужаснее честно говоря было страшно просто обращаться какую-то бюрократическую вот эту машину залазить до когда тебя пинают кидают с каждой двери вот этого мне не хотелось этого я как бы боялась сторонилась и чтобы приезду в россию уже решилась и свои дела проблемы все прочее а вот это оставила на последний момент это такая бумажка которую вы отдаете если вас просят на границе а то мы подавали заявление или нет и тому подобное уведомляли ли вы о своем втором гражданстве нахождение постоянного места жительства с другой стране первое что скажу да замечание вот этот бланк у меня распечатан именно с сайта официального документа это вложение это неправильная формой форма когда скачиваете ваш бланк должен быть на одном листе ведь он автоматически распечатывать на 2 вы должны подтянуть все вот эти вот графы повыше заполняете здесь в принципе ничего трудного нет я за второго раза заполнила то есть меня немножко одни ошибки были но ничего сложного здесь нет то есть вы подтягиваете всю эту информацию и потому что графа вот эти перечисления с 5 по 6 они должны быть все на одном листе потому что вот эту полосочку это отрывной корешок который вам потом отдадут вот он то есть это должно быть на одном листе примерно вот так прикроем вот таким вот образом должно выглядеть это первое и когда лист вы этот перевернете с обратной стороны должна быть вот эта информация размещена с этой стороны то есть это с вами остается это вы сдаете тоже вот это вот обратная сторона здесь даже подписано короче говоря надо форматировать этот документ также горизонтально он должен быть горизонтальном положении но на одном листе и вот эта часть должна быть сзади напечатана а не ниже уходить это первыми за это я заплатила за переделку 100 рублей в фмс там есть секретари которые этим занимаются о ксерокопиях предоставляете ксерок с заграничного вашего документа с печатями ксерокопию иностранного паспорта печать вместо прописка ваша и ваша фотография российского паспорта это все по сути три листа да у вас ксерокопия получается предоставляясь оригиналы всех этих документов их переписывают вносят в реестр в принципе все вопросов к вам никаких также заполняется вот этот бланк корешочек который вам на руке остается по сути вы это заполняете здесь подписывают человек который его принял дата и тому подобное ставится печать синяя храните где-нибудь рядом своим паспортом на въезд и выезд из россии если у вас возникнут вопросы к вам какие-либо что еще из такого заняло это у меня примерно час на вот этих переписок переделок мне очень попалась добрая женщина мне все рассказала разживала я очень за это поблагодарила мне будет очень приятно с ней пообщаться абсолютно нормально и еще такой нюанс скажу закон ввелся в исполнении 9 октября 2014 года я выехала из россии 2014 год октябрь 20 30 28 20 где-то октября то есть я уже уехала и не подала документы не уведомила государство моем втором месте жительства я думал что буду платить штраф районе 1000 рублей от 500 до 1000 рублей по закону это тоже на сайте все официально описано а мы узнали эту ситуацию сейчас внесена поправка в этот закон в течение года отодвинули на год вот эти штрафы шахные санкции там законе было написано что что-то 60 дней вроде бы да с момента вашего приезда в страну вы должны уведомить но сейчас вроде бы в течение года я точно не знаю поищите в интернете эту информацию но благодаря вот этой поправки мне сегодня не пришлось идти в сбербанк в госслужбы какие-то платить штрафы и тому подобное то есть я счастливчик даже в этом плане надеюсь эта информация была для вас полезная это вся информация которой я владею можете в комментариях даже вопросы не задавать я надеюсь что у вас все получится ничего здесь страшного нет идите подавайте документы в уфмс не через почту чтобы ничто никаким задним числом не потерялась не вылезла впоследствии не бойтесь так сказать окунуться в эту бюрократическую схему все в порядке я выжила чего и вам желаю